Техника, появившаяся в Улан-Удэ год назад, в Европе используется уже много лет, ведь на Западе очень трепетно относятся к экологии. Интересное, замечательное оборудование – это стальные закрытые баки, которые очень здорово улучшают экологию любого города, а также специальные мусоровозы, уникальнейшие конструкции с манипулятором и пресс-компактором. С помощью этой техники можно полностью изменить концепцию накопления отходов, улучшить экологию города, снизить количество мусоровозов на наших дорогах и подготовить мусор к дальнейшей переработке. Многие улан-Удэнцы внедрение современной техники по раздельному сбору мусора оценили как приход цивилизации в отрасль. Скептики, напротив, упрекнули город в неэффективном использовании бюджетных средств. Летом прошлого года для поставщиков современной техники стало сюрпризом визит правоохранительных органов. Те учинили проверку. В итоге нарушения не обнаружили. Как показала практика, а главная статистика, у инноваций множество преимуществ. Преимущества, безусловно, есть, поскольку одна машина заменяет три. То есть экономия получается в трудовых ресурсах, экономия, разумеется, в ГСМ, запчастях и прочее. Практически мы их не ремонтируем, потому что если отечественную технику приходилось довольно часто, а здесь мы эти машины только на ТО, вовремя ТО делаем и все, проблем никаких нет. Анатолий Бурков, который за счет поставщика ездил в Италию на обучение, считает, что именно подобная техника – это будущее коммунальных предприятий. Машина сделана более надежно. Погрузка мусора происходит более качественно. При погрузке мусор не просыпается, все закрыто. То есть вот у него сетка, закрытая тоже, мусор весь в машине, баки антивандальные. То есть туда проникнуть практически невозможно, если не постараться. Водитель работает в светлой и теплой кабине, управляет через компьютер. Кроме экономических и эстетических плюсов для благоустройства города, новинки значительно упрощают человеческий труд. Раньше была грязная работа, то есть мазута и все остальное. А сейчас тепло, светло и сухо. Но в сравнении с ранешним автомобилем это, конечно, удобнее. На нем проще работать, удобнее подъезжать к стоянкам, то есть можно слева и справа брать. За годы работы нововведения по достоинству оценили горожане. Отрицательных пока сторон я вообще никаких не вижу, только все хорошо. Во-первых, стало намного чище, и мусор сортируется. Я так понимаю, что это хорошо для экологии, и дети у меня уже к этому привыкли. Бумага – это все перерабатывается, пищевые продукты – это все перерабатывается. Соответственно, дети у нас разделяют мусор, они знают, что у нас два пакета для пищевых отходов и для бумажных отходов. Там коробки, бумага, ну и бутылки и все остальное. Полтары минуты и мусор из трехкубового контейнера, который заменяет два старых, исчезает в железных недрах. При этом никакие остатки не падают на землю. Бак же переполняется, все, бак увезли, а вокруг много мусора. Сейчас этого, конечно, нет. Стало лучше в том плане, что бумага, мусор, по сравнению со старыми бачками, не вывладет наружу. Улан-Удэ стал пионером по внедрению инновационной техники в стране. Сейчас ее начинают использовать крупные российские города, где острые проблемы экологии пробок. Ведь сокращение количества крупной спецтехники на дорогах снижает напряженность движения и благополучно сказывается на окружающей среде. Сергей Соголов, Доржичий Допов, Новости дня.